Иван Носков На этой неделе в Самаре проведут ремонтно-профилактические работы с кратковременными отключениями холодной воды. 30 октября специалисты заменят пожарный гидрант на улице Воронежской. Воды в домах на этой улице не будет с 10 утра до 17 часов. В Самаре на 9-й просеке горел ресторан. Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 19.28. Потушить горение удалось только в 2 часа ночи. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. На этой неделе самарцам предстоит работать 6 дней подряд с 28 октября до 2 ноября. Это связано с переносом выходного дня из-за праздников. Тем не менее, два дня для отдыха сохранятся. Их сдвинули на воскресенье и понедельник 3 и 4 ноября. Встреча Махачкалинского Динамо и Тольяттинского Акрона закончилась со счетом 1-1. В следующем матче Акрон сыграет против Крыльев Советов в Самаре. Игра состоится 3 ноября и начнется в 14.00. 12 победителей региональных соревнований из Самарской области приняли участие в финале национального чемпионата Обилимпикс в Москве. В числе самарской делегации – школьники, студенты колледжей и взрослые специалисты. Они представляют регион по 10 компетенциям – от промышленности и IT-технологий до медицины, сферы услуг и креативных специальностей. На Самарскую область обрушилась пятибальная магнитная буря. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Геомагнитный шторм успокоится только к вечеру вторника 29 октября. Специалисты рекомендуют не заниматься в эти дни спортом, соблюдать режим сна, употреблять в пищу больше полезных продуктов. Над Самарой 16 ноября поднимется суперлуна. В эту ночь спутник Земли будет казаться более ярким из-за того, что приблизится к нашей планете на рекордно близкое расстояние. Явление еще называют «бобровой луной», так как в этот период грызуны начинают активно подготавливаться к зимовке.